Добрый день, друзья! Урок цветоведения будет. На круге мы рассмотрим первичные, вторичные и третичные цвета. Чтобы сэкономить время, я уже нарисовал круг. Здесь можно использовать циркуль, я использовал тарелку. Разделяем круг на 12 частей, и у нас получается следующая история. Первый цвет у нас желтый. В данном случае мы все равно идем от нашего набора, поэтому здесь мы используем кадмий лимонный. К первой группе цветов относятся такие, как желтый кадмий лимонный, он у нас под 12 номером. К первой группе у нас относится кадмий красный, он у нас под 4 номером. А также ультрамарин, это синяя краска, она находится под 8 номером. Почему они называются первичные? Потому что эти краски невозможно составить ни из каких других красок. Дальше мы поговорим уже о вторичных, о третичных красках, но первый, первичный, это, допустим, эти три цвета. Промываем кисть и 8 номер открываем ультрамарином. У нас здесь нет задачи делать какие-то растяжки и прочее, это мы уже с вами смотрели. В предыдущем уроке здесь просто у нас должно быть понимание, какие цвета можно смешивать и что мы получаем при их смешении, какие нет. Итак, первичные цвета, желтый, красный, синий под номером 12, 4, 8. Следом за ними у нас идут вторичные цвета. Вторичные цвета с номера 2, это у нас, например, кадмия оранжевая. По идее, мы можем составить из кадмия желтого и кадмия красного кадмия оранжевый, но он будет несколько, скажем так, грязноват. Поэтому лучше использовать чистый кадмия оранжевый. Итак, под номером 2 у нас первая краска из вторичных кадмий оранжевый. Извините за легкую небрежность. Переходим к следующему цвету вторичной серии. Это под номером 6 идет кобальт фиолетовый. В данной предложенной гамме мы его, чистый кобальт фиолетовый, не имеем, поэтому мы его все равно здесь, мы выкрутимся его составим. Это у нас будет красный кармин и ультрамарин. Берем их в равных пропорциях друг к другу. На темной палитре сложно увидеть. И получается, ну, красивый глубокий фиолетовый цвет. Это вторая краска из вторичных. И третьей краской идет у нас зеленый оттенок. Еще я вам настоятельно рекомендую пользоваться разбавителем без запаха. Поверьте, это сохранит ваше здоровье и ваши нервы. Третья краска зеленая. Она у нас будет под номером 10. Дальше мы переходим уже к третичным цветам. Соответственно, легко догадаться, как они будут выглядеть. Допустим, под номером 1 у нас будет, опять же, смешение кадмия лимонного с кадмием оранжевым. Это получится желто-оранжевая краска. Такой оттенок, который, в принципе, продается готовым. Он называется кадмий желтый темный. В принципе, можно его использовать как готовый, так и получить смешение. Вот, кстати, в нашем наборе вот эта краска, она может подойти. Она плотнее, чем кадмия лимонный. Теплее, горячее. Но, вроде как, чуть-чуть не дотягивает до кадмия оранжевого. Поэтому, вот для понимания, допустим, мы участочек оставим чисто из тюбика. Мы уже знакомились на первых двух уроках, как они выглядят в чистом виде. Вот, а сейчас мы посмотрим о том, что мы получаем при смешении кадмия лимонного и кадмия оранжевого. Как я уже сказал, это будет краска, близкая к кадмию желтому темному. Вот, видите, у него получается оттенок чуть-чуть оранжевее. Я специально, мужчина, сделаю вот как бы этот треугольник нашей пиццы. Я его разделю пополам, чтобы вы видели как бы чистый цвет из тюбика. И то, чего мы можем достигнуть, смешав кадмий желтый лимонный и кадмия оранжевый. По третьим номерам у нас идет оранжево-красный. Опять же, мы кадмий оранжевый смешиваем с кадмием красным. И у нас получается уже оттенок, который мы сейчас увидим. Это как бы переходный. В каких-то фирмах, прямо так краска и называется, оранжево-красная. Вот, а где-то ее, в принципе, можно составить. Опять же, возвращаясь, что здесь достаточно богатый набор красок 24 цвета. Но, в принципе, чтобы что-то написать, нам достаточно первичных и вторичных красок. То есть, здесь речь идет о раз, два, три, четыре, пять, о шести красках. Все остальное мы уже сможем составить, имея эти шесть. Составляем оранжево-красный. Следующий цвет красный с фиолетовым. Во многих фирмах и брендах вы можете встретить краску под именем Маджента. Это вот что-то приблизительно то, о чем идет речь. У нас в данном наборе представлен, допустим, кармин. Кстати, поскольку не было фиолетового, не забывайте, что мы его смешали с ультрамарином. А так, я бы рекомендовал и предпочитаю, чтобы кобальт фиолетовый был именно натуральный, из тюбика, чистый цвет. Продолжаем смешивать кобальт фиолетовый с кармием красным. Это, может быть, не совсем тот цвет и тон, который хотелось бы, да, чтобы он был более ясный, обозначенный, звонкий. Но, тем не менее, это, так или иначе, связь и помесь этих наших двух соседних цветов. На седьмом месте фиолетовый синий, то есть мы смешиваем фиолетовый с ультрамарином. В данном случае, поскольку мы и так фиолетовый смешивали между кармином и ультрамарином, в данном случае мы просто добавляем чуть больше ультрамарина. Так или иначе, это у нас такой, получается, переходный оттенок между ультрамарином и кобальтом фиолетовым. Следующая история под номером 9, также относится к третичным цветам. Это мы зеленый будем смешивать с синим. Есть, опять же, много красок, которые уже позиционируются, как турецкая зеленая, изумрудная, бирюзовая, там, как угодно. Но, в общем, в принципе, мы этого цвета-то и добьемся. Вот, сейчас мы будем путем смешения зеленого и ультрамарина. Но в данном случае, вот видите, как бы зеленое такое, можно добавить кобальт синий, потом есть чистый ультрамарин. Да, но, скорее всего, обойдемся, наверное, кобальтом синим вместе с этим зеленым. И вот у нас именно получится тот оттенок, когда это будет какая-то бирюзовая. Вот видите, она такая получается одновременно яркая, холодная и достаточно глубокая. Если мы возьмем на просвет эту краску, видите, ну, действительно, просто изумрудная волна. И последний, мы мешаем зеленый с желтым, получаем желто-зеленый оттенок. В нашем наборе, кстати, подойдет, если без смешения, это именно оливковое. Зеленое, которое сейчас я вам покажу, ну, вы уже помните, на самом деле, как она выглядит. Чистое, в чистом виде, вот, ну, мы добьемся подобного какого-то оттенка. Вот, смотрите, это чистое, оливковое. Ну, а если мы возьмем зеленый с желтым. Опять же, в равных долях здесь зеленый более интенсивный, поэтому вы должны это тоже чувствовать. Здесь мы добавляем чуть-чуть побольше желтого. Вот у нас получается вот такой практически. Видите, мы приближаемся к этому чистому оливковому цвету, то есть у тюбика. У нас получается желто-зеленый цвет. Вот таким вот образом. Еще раз вернемся и повторим. Есть цвета, без которых никак не обойтись. Они должны быть однозначны, их никак не составить. Они должны быть чистыми. Это кадми желтый. В данном случае кадми лимонный желтый. Кадмий красный, ультрамарин. Это вот это первичные цвета под номером 12, 4 и 8. После у нас идут вторичные цвета. Это которые также должны быть чистыми из тюбика. Кадми оранжевый под номером 2. Потом у нас идет кобальт фиолетовый под номером 6. И потом у нас идет зеленая краска под номером 10. А вот как раз такие третичные цвета уже не обязательно иметь чистыми. И мы их легко составляем. Под номером 1 у нас идет желто-оранжевое. Под номером 3 красно-оранжевое. Под номером 5 у нас идет смесь фиолетового и кадмио-красного. Это маженто, скажем так, то фиолетовый плюс карплак. Ну, в общем, вот что-то подобный оттенок у нас получается. Между фиолетовым и ультрамарином, синим у нас получается фиолетово-синий, как бы помесь такая. Между ультрамарином и зеленым у нас получается бирюзовая, вот такая вот изумрудная, цвет изумрудной воды. И между зеленым и желтым, желто-зеленая. Также мне хотелось еще вам сказать о том, что, в принципе, этих красок достаточно. Но у нас есть в наборе черные краски, у нас есть коричневые краски, сиена, жженая, умбра-жженая. Это такие вот интересные, вот они у нас здесь представлены. Вот это у нас сиена, жженая, это умбра-жженая. То есть такие одновременные глубокие, теплые. Но эти же цвета мы можем составить из имеющихся. То есть, условно говоря, чтобы добиться какого-то коричневого цвета, мы берем оранжевый, добавляем потихоньку в него фиолетовый. От степени того, сколько мы добавим этой краски, мы получим какой-то коричневатый цвет. Да, возможно, чистый цвет звонче может быть, да? Глубже, чище. Но разговор идет о том, что эти цвета мы можем уже составить из имеющихся. И также по вот этому кругу просто я хотел сказать о противоположных, как бы дополнительных. Их называют и противоположными, и одновременно дополнительные цвета. То есть, желтый напротив фиолетового. Кадмио-оранжевый напротив синего. То есть, это вот эти считаются, как бы, цвета противоположностей. Красный, зеленый. Они находятся друг напротив друга. Таким образом, я вам предлагаю подобную же таблицу изготовить, чтобы она у вас всегда была в мастерской, перед глазами. Она вам пригодится в дальнейшем. Я предлагаю вам подписываться на наш канал. Вы узнаете еще очень много интересного. Это всего лишь начало. На этом всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok